19 мая в городе Хасавюрт завершился ежегодный самый крупный религиозный конкурс молодых алимов имени Сейдбека Даитова. Студенты со всей России собрались в одном месте, чтобы выяснить, кто же знает больше. Об итогах конкурса расскажет Гусейн Гусейнов. На столе, как на экзамене, лежат билеты с вопросами. Но участникам конкурса молодых алимов, проходившего в городе Хасавюрт, не стоило надеяться на удачу. Подготовка к данному конкурсу длилась месяцы, а для некоторых даже годы. Надеяться можно только на свои знания. Ежегодно уже на протяжении 14 лет в мае месяце в стенах Исламского университета имени Сейдбека Даитова собирается большое количество людей, чтобы увидеть, как молодые умы, студенты исламских учебных заведений будут соревноваться в честной борьбе. Оружием служили только религиозные знания. Уровень подготовки участников оценивало компетентные жюри, в состав которого входили одни из самых авторитетных ученых-богословов России и знатоков Священного Корана. Конкурс проходил в трех номинациях. Это науки, знания Священного Корана наизусть, хифс и правильное совершение намаза. В общей сложности приняли участие 155 студентов из 30 исламских учебных заведений. В номинации наук приняло участие 19 участников, в номинации хифса 56 хафизов, в номинации намаз 80. Конкурс молодых алимов в памяти Сейдбека Даитова за эти годы из регионального стал уже всероссийским. География конкурса значительно расширилась. Участие принимали студенты не только из университетов Дагестана и Чечни, но и из Москвы, Казани и Тулы. На торжественной церемонии награждения присутствовали также имамы и ученые из Дагестана, Чеченской Республики, Ингушетии, гости из Москвы, Казани и других регионов. Присутствовал на мероприятии и глава города Хасаверт Зайнудин Акмазов. Конкурс проходил в течение двух дней, в результате которых и определились финалисты и победители конкурса. Удивлением для всех стала победа юного хафиза, знатока священного карана наизусть, из города Тула, не представляющего никакого исламского учебного заведения Аюмедина Фархадинова. Он и получил в качестве подарка автомобиль Лада Гранта. Второе место занял Амир Магомедов из института имени шейха Мухаммада Арифа города Махачкала. Третьим стал Зубар Аздиев, Курчалоевский исламский институт имени Ахмад Хаджи Кадырова. В номинации «Намаз» первое место занял Вагаб Дадаев, студент Исламского университета имени Саидбе Гадаитова. Второе и третье место заняли студенты Мадресе имени имама Ан-Навави, селения Губден, Магомед Султан Мухтаров и Магомед Адаев. А в самой престижной номинации науки за первое место, в которой присуждался приз «Автомобиль Фольксваген Пола», третье место занял Далгат Хайбулаев, студент Исламского университета имени Саидбе Гадаитова. И в нелегкой борьбе победителем стал Минкаилов Ильяс, также студент Исламского университета Саидбе Гадаитова, опередив студента Дагестанского исламского университета города Махачкала Ахмеда Османова. Думаю, удалось это непросто, подготовка довольно-таки сложная и отнимает много сил, если честно. Благодарность, конечно, я чувствую перед учителями и ректор, благодарен ректору, он очень активно в этом помогал, оказал большую поддержку. Все финалисты и участники, занявшие призовые места, получили ценные подарки и денежные вознаграждения в соответствии с занятым местом от постоянного спонсора торгового дома «Кирго». Но, как утверждают организаторы и сами участники, подарки – это не главное. Главная задача – это выявление молодых людей с наилучшими знаниями в исламских науках и сохранение того наследия, что веками передавали нам наши предки. Гусейн Гусенов, Магомед Магомедов, Новости 24, Хасаверт. Гусейн Гусенов, Магомед 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 Магомед